всем привет привет с вами канал арт-мания сегодня у нас с вами букманк по-моему это так называется букманк по-моему это правильно называется сегодня мы с вами будем кушать вот такие вот пельмешки и не подглядывай и вот такую вот потом вкусняшку вместе с чаем а вместе соком будем ее кушать пельмени сейчас покажу поближе вот такие вот у меня пока что еще пельмешки от бренда на них был у нас отдельный обзор село зеленое пельмени гост домашний был отдельный обзор вы на него посмотрите и там узнаете понравились они или не понравились конечно заставки будет видео на эти пельмешки и также пишите свои отзывы кто уже пробовал вот пельмешки я буду кушать сегодня вернее хочу сегодня попробовать вместе с сырным соусом и таким вот меня муж купил хочу попробовать с ним интересно будет вкусно но знаю что они вкусно с майонезом так у меня огромная пачка майонеза и очень ем майонез но такой пачки у нас хватает довольно очень очень надолго я обычно и мажу сверху курочку и запекаюсь такими с разными специями мы с вами раньше помните делали курочку запекали то сыром там плавленым то еще с чем-то но самый классический это с майонезом самый который мне очень сильно нравится вот и также у нас с вами сегодня маленький обзор на квашеную капусту не захотелось такую квашеную капусту сегодня я хотел сдавать анализы по пути потом домой зашла в пятерочку вот и захотелось там было продавалось две такие цветные капусты две маленькие баночки разных брендов одна вот это была вторая там какая-то по-моему квашеная что ли было большими буквами написано короче 2 4 е добавки а вот этой вот состав прям такой классный прям настоящий натуральный сейчас его зачитаю вам так состав капуста белоковчанная вода клюква морковь сахар соль закваска из чистых культур молочных молочных кислотных бактерий и все только мне не понятно чем из молочные бактерии нужны ну и ладно как бы все а там было 4 е добавки и куча 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 всего интересного такого непонятного вот мы может быть конечно там гораздо вкуснее быть потому что много е добавок но я решил взять по натуральным уже с вами питаемся натуральным кстати вот тут крюково видно внизу две штуки их целых на всю капусту не знаю может там и побольше годин срогонности кстати может два месяца держать спокойно это классно два месяца значит более натуральный если она больше лежит месяца там полгода год-два года значит не настолько натуральная вот будем с вами пробовать и сегодня и также конечно потом когда мы уже покушаем у нас с вами будет не обзор обзор на я уже был у нее была другая пачка мне пачка теперь сменился я хочу попробовать вместе с вами заново обзоры сделать не стала потому что у меня уже есть он на канале за может и сделаю пачку но еще пачку добавки помятая они все понятно терочке там лежат на эти печеньки и запивать мы все это будем с вами вот таким вот таким вишневым соком да там написано гора гранатовый сок но это вишневый и только что выяснилось что это оказывается от пятерочки это бренд пятерочки у каждого магазина есть свой бренд где там написано а вот показано увидели только сейчас я увидела до этого я не замечала я думал это какой-то новый бренд приехал из какой-нибудь там америки финляндии там я не знаю вот мне казалось так ну что такое название глобаль виланжа ну такой прям красивое название прям как какой-то бош там я не знаю не знаю даже что придумать вот оказывается от пятерочки поэтому я еще на и самарской кстати да если в других городах видели посмотрите пожалуйста пятерочки другие города помимо самара где недалеко москва там я не знаю питер у вас пятерочки такие вот продаются соки или нет посмотрите пожалуйста напишите в комментариях мне вот интересно на самарской может быть мама должна наверно или может вас если продается такой сок посмотрите какой город у вас находится производство изготовитель производства адрес производства изготовитель какой у вас там написано такой сок продается мне будет очень интересно кстати вот и в принципе на сегодня все у нас то что мы будем с вами кушать вот и цветочки для красоты нет я их есть не буду нет конечно так давайте откроем с вами капусту как думаете она будет вкусно или нет удели время любимым белоручка белоручка называется кстати стикетка приклеена неровно видать торопились очень нижний новгород так ну ладно давайте откроем будем с вами кушать и болтать но сегодня конечно ненарядная потому что у нас сейчас время 12 утра и немножечко все равно не выспалась хотел сдавать анализы вот об этом хотел записать отдельный ролик кстати она легко открывается сейчас попробуем один кусочек еще ничего не значит вот такая ничего хрустящая конечно она отличается от капусты который делает моя бабуля в этом году я почему-то не получил эту капусту от родителей потому что мне сказали что мне плохие зубы поэтому я жевать не смогу поэтому она мне не нужна но я не стала ничего говорить но мы лан наверное сделали мало и для меня наверное жалко просто стало не особо хочется думаю куплю если чем вот и сегодня мне прям захотелось но я чувствую кстати здесь очень много уксуса который я если честно не люблю очень не люблю когда он находится таких вот покупных сделанных законсервированных продуктах особенно от огурчики там соленые помидорки там помидорки там поэтому я не покупаю их сочная кстати очень сочная вкусная вкусная как тот когда бабуля делает она все таки суховатая немножко там нету а здесь прям сока много там наверно вам видно немножко он есть ну что кстати вкусно так примененные уже остыли будем пробовать их вот с таким соусом астория ну даже вот просто название астория красиво правда ведь ну и слушайте майонез с добре ну с добре с добре с добре с добре с добре как курочка ряба 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 ну как то просто фёкла фёкла просто да а тут астория как кафе красиво да с сыром кстати он сырный для спагетти и гарниров он не написан для применения попробуем применение с ним жёлтенький ну конечно он там не с сыром там натертым как могли бы надо сделать вы конечно там много едва у всяких так 1 2 3 3 добавки ну и состав вода как всегда самая первая так вот масло уксус ну короче куча всего интересного буду хотя бы давайте сейчас прочитаю сделаю это в быстром режиме вода масло уксус растительное растительное 1442 камень сахар яичный желток сыр соль посластитель соль е-339 амортизаторы красители сарбиновая кислота е-385 красители карлотин а еще ну содержит орехи горчицы сельсидей продукты соль как-то так такой состав плюс кстати написано какие может он содержать может содержать следы а может содержать следы орехов горчицы сельдеря то есть у тех людей у которых аллергия на орехи например на все орехи вот у меня аллергия только на фундук только на фундук если там от него частичка там попала другой какой-то орех у меня будет аллергия или они лежали вместе такое бывает когда например покупаешь сборный пакетик и в нем лежат там разные орехи фундука нету например ты читаешь составит то что фундука нету любые другие орехи сухофрукты там всякие такие раньше были то у меня будет аллергия видимо они там когда-то были может лежали рядышком были там не знаю легкий компонент то есть тут вот если у кого-то аллергия то каждый человек будет смотреть следы орехов горчицы на горчицу если аллергия на сельдерей то есть вот так вот ну кстати во многих продуктах пишут но здесь я не знала что будет написано уж вроде сырный соус откуда здесь орехи могут быть по сути так будем пробовать вкусно мягенькие такие вот у них кстати тесто очень мягкое ну эти пельмени а вчера мы покупали с сыном другие пельмени они вкусные у них вкусное мясо но у них тесто жесткое прям тесто жесткое прям не знаю в следующий раз буду их варить попробую поварить их подольше может быть будет тесто нормальное а тут тесто мягкое но когда я делала обзор они были не очень вкусные сейчас они по вкусу есть стали мягкое 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 подact м Mayo зверя на отель в У меня есть еще обзоры, я зафотографирую и пишу, то есть Яндекс Дзин, Фейсбук, Вконтакте, думаю еще в Твиттере завести аккаунт, ну не знаю, что-то я отзывы читала, там как бы не очень, не очень все настолько хорошо, поэтому я как-то не стала пока заводить. Вот, все, телефончик ставим на место, будете им любоваться, стоять, вот, а надо, кстати, еще это, половиночку отрезать, оторвать, и вот так вот сфоткать, вот, там я тоже пишу для тех людей, которых Ютуб канал мой не могут, допустим, найти, там, то есть, ну, Ну, Яндекс Дзин, там видно, что очень много просмотров, достаточно, то есть они есть, там человек смотрит, Фейсбуке, Вконтакте, ну, немножечко поменьше, Фейсбуке, там, конечно, это не наш канал совсем, наша соцсеть, как-то так, ну, я очень сильно надеюсь, что в Фейсбуке, допустим, наши продукты, могут продаваться какие-то еще, вдобавок, и за границей. Честно говоря, вот этот сок, когда я делала, я думала, это чисто заграничный сок приехал к нам, потому что, ну, такое интересное название, но, оказывается, нет. А, ну, без всего, кстати, он не очень вкусный, по-моему. Ну, я все-таки с майонезом. Кстати, новый майонез. Один раз была такая история, я в детстве, в детстве раньше продавались вот этот майонез, продавались, короче, такие вот пакетики, маленькие такие пакетики, без этой штучки. Я, короче, так ходила, ходила дома, мне было лет 10, наверное, что-то было, хотелось очень вкусненькое что-то, я подумала, дай попробую майонез. А конфет дома не было. Мама знает, что я сладкоежка, и поэтому у нас конфет не было, ну, никогда не было дома. А я так, попробовала, думаю, вкусно. Дай-то ему еще попробую. И, короче, я весь суп, окочку такую вот маленькую за раз съела. Мама приходит вечером домой, Наташа говорит, а где майонез? Я говорю, я съела. Ну, как так съела? С чем ты его ела? Я говорю, ну, так, взяла и съела. Да? Так нельзя? Ну, вот, знаете, мне вспоминается момент с черной икрой. Мама купила черную икру. И в комнату ко мне заходит, Наташа говорит, я купила черную икру, почему ты не ешь? Надо ее есть. Вроде, ну, что она лежит-то, ты днем бываешь дома, там, там, со школы мы как приходили, родители дома не было, там, 7-10 лет, там, школа рядом, это сейчас вот надо, чтобы родители были дома, ребенка одного не оставишь. А тогда спокойно приходили, я так подумала, ну, пришла, что сладенького хочется, вкусненького такого. А, мама же сказала икра, если там была где-то такая банка, наверное, икры, ну, такая вот стандартная обычная банка, и я так ложками просто съела. И все. Мама приходит, а где икра? Я съела ее ложками. А, ложками? Ну, вот так было вкусно. С майонезом вкуснее. Ну, вот так. Соком, особенно сладким, это вообще. Я помню, как в детстве. Когда мы жили, когда мы пролетарской, мама готовила эти пельмени сама. Ну, тогда это, наверное, было 90-е годы как раз. Да, был конец 90-х годов. Наверное, может, не продавались они или продавались очень дорого. Не знаю, мама готовила сама. По выходным мы приходили к нам в гости кушать эти пельмешки. Бабуль с дедулей, там, мамин брат с семьей иногда. Вот, я помню, дедуле их точно так же был кетчуп. Нет, по-моему, не в такой, в стеклянной бутылочке, помните, был кетчуп. И он накладывал, я помню, каждый вот так вот пельмешек и говорил, у меня красные шапочки. Вот, как-то так, в такой момент сейчас помню. Они были, конечно, с пельмени очень вкусные. Правда, честно говоря, я уже не особо помню их вкус. Вот, и, честно говоря, я даже не помню, как я делала ли я их вместе с мамой. Я помню, что приходили гости, мы их кушали, а потом кто-то спросил, типа, купила ты их или нет. Мама сказала, что она сделала сама. А вот как она их делала, я смутно помню, честно. Но это было давно, конечно, это было в 90-е годы, да, то есть это было у нас начало 2000-х, да, 20-20 лет назад, конечно, раз уж помнишь. Хотя, честно говоря, я помню всю полностью квартиру на Пролетарской. На Пролетарской, кстати, мы с вами гуляли в прошлом году. У меня есть отдельный ролик, как мы там гуляли. Она находится здесь, неподалеку от моей квартиры, где мы тут живем. Все находится рядышком, и можно прийти, сходить, прогуляться по тем местам, в которых я гуляла в детстве, и это классно. Это очень классно, кстати, когда живешь рядышком. Или хотя бы живешь в одном городе. Ну, вот, 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 вот. Забыла, кстати, налить бульончик, ещё можно, кстати, очень вкусно, когда нарываешь вместе с пельмешками бульончик и ещё сыпешь укропчик сверху, или зелень, там какой-нибудь такой аромат, такой аромат, хотя я не особо чувствую, но ладно. Вкусно, можно покупать, вкусно, нормально, хотя бы там не какая-нибудь гадость, в принципе, а то все делают по-разному, это может оказаться даже гадостью, вот такой сок, чисто вишнёвый, у него тоже есть обзор, не помню, я говорила или нет, хотя он считается гранатовым, и там даже написано вот тут вот, гранатовый, у нас же сама гранаты-то не растут, правильно лиц, поэтому сок будет таким. Так, кстати, недорассказала вам, куда я сегодня ходила, ходила сегодня сдавать анализы, посев из носика, то есть, ну, мазок из носика и сдавала кровь на белок. Ну, не кто помнит, аллергия на пыль, и недавно я попала в врачу, какие-то стали делать упаковки, аллергия на пыль, и недавно я пошла в врачу, к лору, очень такой хороший лор, и у нас из Самары, самарский наш, который, оказывается, вылечивает всё это, представляете? То есть, мама знакомая туда ходила к ней, она ей вылечила нос, то есть, человек пользовался какими-то там каплями постоянно, жизнь без них вообще не мог, уже всё, привыкание прям. То есть, ну, не пользуешься, то, наверное, дышать сложно, и она вылечила нос ей. То есть, сейчас человек ничем не брызгает, там, не капает, никакие лекарства не пьёт, то есть, живёт нормальной жизнью, и нос хорошо дышит, представляете? Вот, я в прошлую пятницу к ней попала на приём, сегодня суббота следующая, то есть, прошла уже целая неделя, сегодня я наконец-то сдала эти анализы, и через неделю эти анализы будут готовы, и я буду уже начинать пить лекарства, но я хочу ролик на эту тему отдельно записать, и там всё будет видно. Так, ну чё, у нас вот такие, смотри. Что это тут болтает? Нет, телефон. Иногда ещё, кстати, в последнее время сам включается, а анализы будут готовы, я буду, знаете... я просто сказала анализы, и у нас... это гугл, что ли? А, гугл, да, нашёл уже что-то там про анализы, хотя телефон был... был выключен, то есть, боковой кнопкой. В последнее время, после обновления телефона, у меня такое происходит периодически. Что-то он там пытается найти. Так... Ммм... Непонятно мне, почему сменилась у них упаковка, сменилась даже упаковка, вот, то есть, они стали просто прозрачной упаковкой, до этого у них была не прозрачная, это было круто. Прозрачная, ну, представляете, там вас угостили конфет, ну, печеньками такую упаковку, вы приходите домой, пробуйте, вау, мне понравилось, да, а на упаковке ничего не написано. Вы даже не знаете, какая это была печенька, там, звоните или пишите, там, своему человеку, ну, другу, да, там, знакомому, который угостил, он скажет, ой, да я, честно говоря, не помню, может, вот это, а может это, а может это, а может это. Да Вика его знает, блин, вот это реально, это неудобно очень сильно. Так, экологично, эко-логично. Ну, состав-то, батюшки. А, вот состав, сейчас покажу вам состав. Хлебный спас, это у нас, не знаю, почему у них упаковка сменилась, может перекрестки продается другая, но я, честно говоря, сомневаюсь, что в перекрестке будет другая, что-то там. Так, по весу у нас 160 грамм, ну, не знаю, сравню я, наверное, сравню ту упаковку, которую мы сделали обзор, по весу, по составу, мне кажется, это одно и то. Не знаю, зачем они поменялись. Все было так классно, там была такая большая упаковка, мне кажется, у нас было побольше печей, чем здесь. Попробуем. Печей, кстати, очень классный, очень вкусный, он даже ломается хорошо. Они стоили 60 рублей всего лишь за все вот эти. Вкусно. Вроде бы это те печеньки, но что-то чуть-чуть изменилось, как будто. Те были прям обалденные вкусные, эти просто вкусные. вкусные. Ну, что, вкусно. Ну, в принципе, что-то по вкусу похоже, в принципе. Может вкус другой? Нет, печеньки со злаками. Вчера, допустим, я пробовала другой обзор, делала печенье, тоже со злаками, но оно было совсем другое. Там уже было написано, вот я сейчас думаю, злаковое печенье, а здесь, смотрите, написано по-другому. То есть сначала печенье написано, а потом со злаками. Ну, может быть, это вот есть разница, не знаю потом. Посмотрим потом. Вкусное печенье, печенье прям вообще классное. Мне очень нравится оно. И самое главное, цена на это печенье. То есть тут все вместе получается, по-моему, 20 печеньек. То есть их, смотрите, 5. 3, 2, 5. Их каждый по 4 штуки. То есть 5, 10, 15, 20. 20 что ли получается, да? 5 и 4, 20, да. То есть их 20 печеньек и всего стоит цена 60 рублей. То есть за целую такую упаковку 60 рублей это довольно дешево. Обычно там 90, 120, 240 и так далее. А это состав добавок натуральный там, да? Ну, вроде как магазин натуральный. А то сейчас наш ролик с вами затянется на полдня. Вкусно. И оторваться просто не могу. Вот так они выглядят. С той стороны видны какие-то семечки. Или орешки. Не знаю, семечки. Ну, какие-то, может, семена семечек. Или орехи, ореховна. А у нее, кстати, вкус немножко похож. Немножко. Нам всегда обычно так, так всегда вернее кажется, когда мы пробуем тот же самый продукт спустя там год в новой упаковке. Нам кажется, что тот продукт был, который мы пробовали год назад, он вкусный. А вот этот вот какой-то привкус не очень. Не знаю, мне кажется, что так всегда кажется. А вот это понятно. Кстати, хотела я сдавать анализы в сети Lab, а прежде чем идти, решила все-таки почитать отзывы. Помню, что там какие-то не очень были отзывы. Был там отзыв год назад, что на рецепшене девушка, сидит постоянно хамит, долго работает, делает ошибки. Остальные отзывы хорошие. Я думаю, ну ладно, пойду. А куда, думаю, еще идти-то? Рядом находится. Пошла. Пришла, уже очередь была. Я думала, уже все рассеялось там. Нет, была очередь. Девушка такая приветливая, всем все рассказывает, показывает, спрашивает. Дошла до меня очередь. Я думаю, первое впечатление просто такое, как обычно бывает. Все. Вы в нас сегодня капали? Я такая, нет. Думаю, блин, я в нос не капала уже дня 4, наверное, точно. То есть, ну, я думала, что я пойду в пятницу сдавать анализы. В пятницу я не смогла, соответственно, потому что мы вчера ходили с Димой к его врачу. Вот. И пошла только сегодня. То есть, все эти четыре дня я жила без капель. Это было очень тяжело. Нос там закладывает, особенно то с утра, то вечером, то на ночь, там, то ночью. Дышать сложно, тяжело дышать, но я жила, прям усердно жила, без капель, чтобы мои анализы были хорошие, чтобы они были качественные. Лор сказал, что нужно пять дней прожить без лекарств, чтобы анализы были хорошие. И с утра, соответственно, тоже не вымывать нос, не доставать оттуда ничего. Все оставить там, все, что там есть. И, честно говоря, я пришла, у меня был прям полный вот так вот, нос забитый, вот именно сегодня. Обычно нормально все. Я думаю, ладно, думаю, наверняка она своей палочкой что-нибудь оттуда достанет. Она залезла глубоко, но ничего не достала оттуда. Вот. И, кстати, Лор сказала, в которой я ходила, что, оказывается, корочки в носу, вот такие вот корочки, это, оказывается, умершие микробы. Я этого не знала, честно. Вот ходишь к врачу и каждый раз узнаешь что-то интересное. Особенно, когда ходишь к платным врачам. То есть бесплатные врачи, они ничего не скажут. Они посмотрят, ну, ничего, все хорошо. Во время беременности я хотела к окулисту, но посмотрела один глаз, посмотрела другой, ой, у вас стопроцентное зрение. Я говорю, как? У меня же всегда было плохое зрение. Нет, все, у вас стопроцентное. Ну, странно. На, на. На, на. На, на. На, на. На, на. Все. Не могу я это есть. Как раз уже, а, уже садится батарейка как раз. Давайте будем с вами прощаться. Ставьте внизу лайки, 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 если я старалась для вас. Пишите обязательно комментарий, какой букман вы сделал в следующий раз. Какие обзоры сделал в следующий раз. Вот. Обязательно подписывайтесь, вот внизу, вот здесь, вот, вот, наверное, здесь или вот здесь будет кнопочка. И, наверное, на все. С вами был канал Artmania. Всем пока-пока.